ПИКНИК Кто же в корзине? Ну, все готовы? Готовы! Поехали! Отличное место для пикника Ура! Как хорошо на природе Давайте побегаем и сделаем зарядку Я хочу поесть, а потом поспать Мне совсем не хочется бегать А вот папе не мешает побегать У него такой живот Самый обычный живот Но я все же сделаю зарядку Просто для удовольствия Налетай! Да-да, давно пора Я так голоден Как вкусно! Пожалуй, прилягу Ты же собирался побегать, папа-свин Потом Смотрите, пруд с уточками Мама, давай их покормим Да Покормите их хлебом Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Пеппа и Джордж любят кормить уток хлебом Хе-хе-хе-хе Мама, они хотят еще Хлеба больше нет Думаю, им хватит Прости, уточка Хлеба больше нет Утки хотят еще Что-то папа увлекся зарядкой Хе-хе-хе-хе Что? Что? Вы уже здесь? Вам же сказали, хлеба нет Мама, у нас есть клубничный пирог Если останутся крошки, мы отдадим их уткам Хе-хе-хе-хе Все любят клубничный пирог, который готовит мама-свинка О, оса! Я боюсь ос! Кыш! Не бойся, мама-свинка Подумаешь, оса! Улетай отсюда! Стой спокойно Она и улетит Вот видишь, надо просто постоять Эй, улетай Кыш! А-а-а-а! На помощь! Кыш! Отстань от меня! Надеюсь, она не ужалит папу Отвяжись, насекомая! Нет, осе ни за что не догнать нашего папу-свина А-а-а-а! Давайте есть, пока оса не вернулась О, нет, мы совсем забыли про уток Кажется, отстала Ты сказал, что хочешь побегать Но я думала, ты это не всерьез Хе-хе-хе-хе-хе К счастью, мне удалось спасти свой кусок пирога Стой, папа! Ты обещал оставить уточкам Вам очень повезло Скажите спасибо папе-свину На здоровье, уточки! Хо-хо-хо! Пора домой Прощайтесь с уточками Пока, уточки! Скоро увидимся! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Девушки отдыхают Привет, дедушка-пес Зови меня пес-борода Привет, пес-борода! Кто из вас, лихих пиратов Тоскует по полным опасностям Плаванием по соленым морям? Почему он так странно говорит? Ха-хе-хе-хе Это он по-пиратски Если хотите сыграть в пиратскую игру Скажите... А это опасная игра. Нет, Педро. Дедушка-пёс обещал мне, что игра будет совсем не опасной. Зато она увлекательная. Ну, кто хочет играть? Тогда вот наш план. Когда-то у меня была гора золота, она была моей по праву. Но меня ограбил злобный капитан Боров. Что? Пиратскую речь иногда довольно трудно понимать. Капитан Боров забрал моё сокровище. Так знайте, что капитан Боров – это страшный пират. Кое-кто из вас мог слышать о нём, как о дедушке-свине. А-а-а! Дедушка-пирин! Игра в том, чтобы найти убежище капитана Борова и вернуть сокровище, и нас не должны поймать. Ура! Все очень рады, что сыграют в пиратскую игру. Алло, дедушка-свин, мы уже едем. Очень хорошо. Очень хорошо. Дедушка-свин и попугай Полли охраняют сокровище. Да будет чёрный галлион быстрым, и пусть ветер дует нам в спину. А что это значит? Бегом к кораблю! Йо-о-о! Осторожно! Спасательные жилеты! На корабле дедушки-пса все должны быть в спасательных жилетах. Этот подлый пёс-борода уже должен был приехать. Выпей чашечку чая, дедушка-свин. О, спасибо, бабушка-свинья! Наконец-то! Готовы к плаванию? Мистер-пёс-борода, мне очень нужно в туалет. И мне! И мне! И мне! И мне! И мне! Что же они так задерживаются? Алло, дедушка-пёс, ты ведь сказал, что вы уже едете. Да-да, мы почти на месте. Понадобилось время, чтобы собрать команду. Отдать якорь, полный вперёд! Плывай, берёс-борода! Ох, вот, наверное, мы, уйдём по полейболу. Церковь ещё найдём, мы вперёд! Ура, вперёд! Вижу землю! Детишки прибыли в сад дедушки-свина. Нам нужно забрать сокровища так, чтобы нас не поймали. Ура нашим пиратам! Тише, мама! Надеюсь, что поблизости нет коварных пиратов, которые хотят забрать мое прекрасное сокровище. Пеппа и ее друзья взяли монеты и их не поймали. Шоколадные монеты! Дети обожают шоколадные монеты. Мам! Ага! Попался! А дедушку-пса поймали. Только попробуй забрать мое сокровище. Оно мое! Я выиграл его в честной борьбе. О, нет, не выиграл. О, нет, выиграл. Спасибо, капитан Боров и Пес Борода за прекрасную пиратскую игру. Не стоит благодарности. О, да, нам и самим понравилось. С днем рождения тебе, Дерри Лени! Это самый лучший пиратский праздник на свете! Стирка. Сегодня папа-свин стирает. Папа, что это за рубашка? Это моя футболка. Сегодня папа играет в футбол. О-о-о! Но сначала я должен ехать на работу. Увидимся позже. Пока! Пока! Бедный папа. Должен ехать на работу. Бедный папа. Пошли, будем играть! Да, давайте играть. Пепа любит прыгать в грязных лужах. Джордж любит прыгать в грязных лужах. Мама-свинья любит прыгать в грязных лужах. Ну вот. Мама, мы забрызгали грязью папину футболку. Ничего, мы ее выстираем. Она быстро выстирается. Папа не узнает, что она была грязной. Поищем, что еще можно положить в машину. Ой, и мое платье испачкалось. Мама-свинья и Джордж тоже нашли вещи для стирки. Молодец, Джордж. Мы кладем одежду сюда. И потом включаем машину. Стиральная машина заполняется горячей мыльной водой. Плюх! 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 От стиральной машины вся комната трясется. Ой, Пепа, а где твое платье? Я стираю его. Что? О, нет. Смотри, мама, мое красное платье такое чистое. Да, Пепа. Ну, посмотри, что она сделала с другими вещами. Ну вот. От красного платья Пепы вся белая одежда стала розовой. Розовый цвет не годится для футболки. О! Папа-свин вернулся с работы. Всем привет! Здравствуй, папа. Э, папа, у нас небольшая проблема и... Потом расскажешь, мама. Мне пора собираться на футбол. Где моя футболка? Вот. Не выдумывай, Пепа. Это мамино платье. Оно розовое. Нет, папа, это твоя футболка. Она немного испачкалась. И мы постирали ее. Но немного неправильно. Прости, папа. Но я не могу надеть розовую футболку. Почему же, папа? Розовый красивый цвет. Хм. А ты как думаешь, Джордж? Фу. Джорджу не нравится розовый цвет. А вот и друзья папы-свина. Мистер Бык, мистер Кролик, мистер Пони и мистер Зебра. Ну, папа-свин идет играть. Он будет через минуту. Моя команда в белом. Мне нужна белая майка. Ну, папа, у тебя есть белая рубашка. Просто сними свой пиджак. Видишь? Замечательно. Спасибо, Пеппа. Всем привет. Здравствуй, папа-свин. Хорошая рубашка. Очень красиво. Спасибо. Пошли. Пора играть в футбол. Да! Го-о-о! Ура! Ура! Папа, ты испачкал свою белую рубашку. Ха-ха-ха. Конечно, Пеппа. Футболка должна быть грязной. Ха-ха-ха. Папа-свин любит играть в футбол. Все любят играть в футбол. Особенно, когда грязно. День талантов. В детском саду Пеппы заканчиваются занятия. Детишки, завтра у нас будет День талантов. А что такое талант? Талант – это то, что ты любишь делать и делаешь хорошо. Я люблю смотреть телевизор и делаю это хорошо. Придумай что-нибудь, что другим будет интересно увидеть. Мой талант – это игра на гитаре. Родители пришли забрать своих детей. Не забудьте придумать что-нибудь для завтрашнего дня талантов. Пеппе и Джорджу пора в постель. Я пока не могу ложиться спать. Я не знаю, какой талант завтра показать. Но у тебя так много талантов, Пеппа. Да, я умею скакать. Я умею петь. Мерцай, мерцай, моя звезда. Я умею танцевать. Мне трудно выбрать один талант. Я хорошо умею делать многое. Не волнуйся, ты можешь выбрать завтра. Хорошо. Мои таланты – это скакалка, пение и танцы. Я репетировала их всю прошлую ночь. А я всю прошлую ночь тренировалась смотреть телевизор. Но это же не талант. Мадам Газель так и сказала. Что же тогда мне делать? Кто хочет первым показать нам свой талант? Пёсик Дэнни? Я бью в барабан. Я могу бить и громче. Нет, этого достаточно, Дэнни. Пони Педро, какой у тебя талант? Волшебные фокусы. Перед вами стоит стакан воды. Она мокрая и прозрачная. Сейчас я сделаю так, чтобы вода вдруг исчезла. Пожалуйста, закройте глаза. Откройте глаза. Вода пропала. Спасибо. Слоненок Эмили. Я буду играть на дудочке. А какой у тебя талант, Ребекка? Я умею издавать особый звук. Он получается только когда я встаю на цыпочки. Это очень здорово. Да. Ну что же мне показать? Кэнди, какой у тебя талант? Скакалка. Я собиралась прыгать через скакалку. Но я ещё могу станцевать или даже спеть. Мой талант – это пение. Мерцай, мерцай, моя звезда. Я всё ещё могу станцевать. Овечка Сьюзи, какой у тебя талант? Танцы. Нет, ты не можешь танцевать. О боже, танцы были последним талантом Пеппе. Мне так приятно, что каждый из вас показал нам какой-то новый, особенный талант. Так, кто у нас остался? Пеппа? Я собиралась скакать или петь или танцевать, но эти таланты показали. Талант может быть каким угодно, Пеппа. Только смотри телевизор – не талант. Подумай о том, что тебе очень нравится делать. Придумала. У меня есть талант, который мне очень хорошо удаётся. Интересно, о каком таланте вспомнила Пеппа? Мой особенный талант – это то, что я умею лучше всех на свете. Я люблю прыгать вверх и вниз по грязным лужам. Пеппа обожает прыгать вверх и вниз по грязным лужам. Все обожают прыгать вверх и вниз по грязным лужам. Пеппа и Джордж играют с пони Петро. Они бегут прыгать по лужам. Петро подскользнулся и потерял очки. Где мои очки? Без очков Петро плохо видит. Джордж нашёл очки Петро. Глупенький. Вот они. Спасибо. Петро, а зачем тебе очки? Дужны. Так сказал окулист. Вот. Кто это окулист? Мой папа окулист. Он проверяет, хорошо ли ты видишь. Как? Он что, заглядывает в голову? Дед, он проверяет зрение. Хочешь, я проверю твоё? Да, проверь, проверь. Ладно. Интересненько. Закрой один глаз. Что ты видишь? Я вижу, Джорджа. Закрой оба глаза. Теперь ничего не вижу. Хм, ничего не видишь? Очень-очень интересно. Кажется, тебе нужны очки. О, правда? Да. Петро, домой. Пока, Петро. Пока. Мама, мне нужны очки. Что? Петро проверил мне зрение. Мне нужны очки. Но у тебя же прекрасное зрение. Нет, мама. Закрытыми глазами я ничего не вижу. Но никто не видит закрытыми глазами. Оу. Кому это там нужны очки? Петро знает про очки и всё. Его папа окулист. Ладно, Пепа. Пускай окулист проверит твоё зрение. Идём скорее! Жорж, ты тоже хочешь с нами? Нет. Пепа пришла к окулисту. Мистер Пони окулист. Привет, Пепа, садись-ка. Ну, чем я могу помочь? Проверьте моё зрение. Пожалуйста. Хорошо. Надень-ка эти очки и посмотри вот сюда. Мистер Пони проверит зрение Пепы. Ну-ка, назовите буквы вслух. Ладно. А, б, си, ди, е, ф. Так. А теперь цифры. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Прекрасно. Назови эти цвета. Красный, зелёный, оранжевый, синий, жёлтый, фиолетовый. Чудесно. Пока я всё проверяю, хочешь выбрать очки? Да, хочу. Может, вот эти, Пепа? Они смешные. Ну, да. А как тебе эти? Какие большие? Ну, а эти? Ух ты. Они мне нравятся, мама. Да, Пепа, тебе очень идёт. Мне очень идёт. Есть новость. У Пепы отличное зрение. Ой, и мне не нужны очки. Нет. Но мне ведь так хотелось. О, хм, а как насчёт солнечных очков? Да, солнечные. На, примерь. Очень идут. Надеюсь, когда будет солнце, я буду носить свои очки. Пепа и её друзья гуляют на площадке. Пепа, Сьюзи и Дэнни кружатся на карусели. Все готовы? Готовы. Поехали. Быстрее, быстрее. Джордж ещё маленький для карусели. Он качается на качелях. А вот крольчиха Ребекка и её младший брат Кролик Ричард. Всем привет. 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 Можно мне тоже на карусель? Залезай, Ребекка. Давайте очень-очень быстро. Кролик Ричард тоже хочет на карусель. О, но с Ричардом нельзя будет кружиться быстро. Ричард может поиграть с Джорджем? Ричард, хочешь поиграть с Джорджем? Нет. У Джорджа есть динозавр, как у тебя. Пойдём посмотрим. Кролик Ричард и Джордж – ровесники. Ричард хотел посмотреть динозавра. Динозавр. Джордж, дашь Ричарду своего динозавра? Нет. Ричард, дашь Джорджу своего динозавра? Нет. Джордж и Ричард не хотят отдавать свои игрушки. Джордж, вместе играть будет куда веселей. Какой ты добрый, Джордж. Динозавр. Джорджу не нравится динозавр. Ричард, а ты дай Джорджу своего динозавра. Ричарду тоже не нравится делиться. Почему все плачут? Джордж и Ричард всегда плачут, когда играют вместе. Они ещё не умеют играть как следует. А вы можете показать им, как надо играть? Конечно. Мы можем вместе делать куличики. Отлично. Все в песочницу. Джордж и Ричард любят песочницы. Джордж, Ричард, сейчас мы будем делать куличики. Сначала наполним ведёрки. Теперь переверните их и похлопайте сверху. Теперь поднимайте. Готово. Ричард сделал куличик. Готово. И Джордж сделал куличик. Видите, вместе играть веселее. Ну вот, это не очень хорошая игра. Во всём виноват твой брат. Он сломал куличик Джорджа. Твой брат первый сломал куличик моего брата. Ну-ну, вы большие, должны научить Ричарда и Джорджу играть вместе. Правда? Мы большие. А Джордж и Ричард ещё не умеют играть как следует. Хм, у меня идея. Джордж, что ты любишь больше всего на площадке? Качели. Джордж любит качели. Кач-кач. На таких качелях один не поиграешь. Ричард хочет на качели. Кач-кач. 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 Ой, Джордж и Ричард играют вместе. Кач-кач. 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 Джорджу нравится Ричард. А Ричарду Джордж. Им очень нравится играть вместе. Кач-кач. 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 Капсула времени. Пепа и ее друзья играют в садике. Сегодня мы сделаем капсулу времени. А что она может? Капсула времени покажет людям в будущем, как мы жили. Капсула времени. Капсула времени. Мы сложим разные вещи в коробку и закопаем ее на школьном дворе. А она вырастет? Нет, Сюзи. Она пробудет в земле много-много лет. О-о-о. Ну, что мы в нее положим? Журнал. Хорошо, Пепа. Музыку. Хорошо, Сюзи. Игрушку. Белонетку. Марки. Морковку. Ты любишь морковку, правда, Ребекка? Да. Эти вещи прекрасно покажут, как мы жили. Мадам Газель, а каким будет будущее? А ты как думаешь, каким? Думаю, в будущем я поселюсь на Луне. А друзья будут навещать меня. А я полечу в ракете. Привет. А теперь запишем послание людям будущего. Поздоровайтесь с будущим. Привет, будущее. Вы, наверное, живете на Луне, да? А по праздникам на Марсе. И летаете на ракетах. Прекрасно. Уже пора домой. За всеми пришли родители. Мама, папа, мы сделали капсулу времени. А, папа-свин. Вы как раз поможете нам выкопать яму. Да, конечно. Папа-свинка поэт во дворе яму для капсулы времени. А можно ее выкопать? Она пролежит в земле много-много лет. О, но это же так долго. Пепа, ты совсем как твой папа в детстве. Правда? Да, когда я была его учительницей. Вы учили папу? Да, я учила ваших мам и пап. Правда? Да, да. В детстве ваши мамы и папы тоже сделали капсулу времени. Да, точно. Мы закопали ее под деревцем. А можно выкопать? Да, думаю, ее закопали здесь. О, там же было маленькое деревце. Это было очень давно. С тех пор дерево выросло. Я что-то нашел. Это наша капсула времени. Ура! Мне не терпится открыть. Отойдите, дети. Да, мадам Морель. Что у нас тут? О, старый журнал. Это мой любимый журнал. Игрушка. Моя любимая игрушка. Музыка. Моя любимая пластинка. И старая морковка. Это моя. Хороший выбор, мама. И видеозапись ваших мам и пап в детстве. О! Кто этот поросенок в очках? Это папа-свин. О, а это я. Привет, будущее. Какой у тебя тоненький голосок. Вы, наверное, живете на Луне. Глупенький папа. Хо-хо-хо-хо-хо. Делать капсулы времени весело, а находить их еще веселее. Радуга. Пеппа и ее семья едут на прогулку в горы. Мы уже почти приехали. Нет еще, Пеппа. Давайте играть в игру. Пусть каждый заметит машину своего любимого цвета. Да! Мой любимый цвет зеленый. Мой оранжевый. Мой красный. Джордж, а какой цвет любишь ты? Энни. Любимый цвет Джорджа синий. Посмотрим, какая машина появится первой. Хорошо. Вот киска Кэнди на зеленой машине. Хо-хо, зеленая. Это мой любимый цвет. Я выиграл. Здравствуй, Кэнди. Мяу. Здравствуй, Пеппа. А вот пес Дэнни на оранжевом эвакуаторе дедушки пса. Оранжевый. И я выиграла. Здравствуй, Дэнни. Здравствуй, Пеппа. Хо-хо. Вот еще одна машина. Это Сюзи. Здравствуй. Здравствуй, Пеппа. И-и-и-и-и-и. Да, Джордж, она синяя. И ты выиграл. Ха-ха-ха. Ух, какая глупая игра. Красной машины нигде нету. Одна красная машина есть, Пеппа. Где? Хо-хо-хо. А какого цвета наша машина? А, она красная. Я выиграла, я выиграла. Хи-хи-хи. Семья приехала в горы. С вершины мы увидим замечательную картину. Мы приехали. Ура! Посмотрите, какой чудесный солнечный вид. О-о-о. Ну вот, дождь пошел. И где твой чудесный вид? А-а-а. Вот чудесный вид. Это лоток с мороженым, мисс Кролик. Здравствуйте, мисс Кролик. Здравствуйте, папа-свин. Четыре порции, пожалуйста. Какое вам мороженое? Мятное, апельсиновое, клубничное и черничное, пожалуйста. Хорошо. Смотрите, что я принес. Мороженое! Это наши любимые цвета. Верно. Мне зеленое. Оранжевое мне. Клубнично-красное мне. А Джорджу? Инни. Вкусно. Смотрите, солнце появилось. И смотрите, что еще появилось. Радуга. Пеппа и Джордж любят радуги. Радуга появляется, если одновременно идет дождь и светит солнце. О-о-о. В ней есть все наши любимые цвета. Да. Красный, оранжевый, зеленый и синий. А знаете, что можно найти на конце радуги? Нет. Там можно найти клад. Ой, а мы поедем искать клад. Сейчас. Ладно. Кажется, конец радуги на соседней горе. Поехали! О-о-о. Дождь и солнышко опять. Вышла радуга играть. Радуга, радуга. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, лиловый и синий. Радуга, радуга. Вместе солнышко и дождь. Хе-хе-хе. Приехали. Ой, а куда делась наша радуга? Она перешла на другую гору. Ты шалунь, я радуга. Скорее, поймаем ее. Радуга, радуга, вместе солнышко и дождь. Хе-хе-хе. Дождь перестал. И радуга пропала. Ха-ха-ха. Не плачь, Джордж. Может, радуга оставила нам клад? Здесь что-то есть. Папа, ты нашел клад от радуги. Да, я нашел. Большая грязная лужа. Ура, ура, ура. Хе-хе-хе. Это же самый лучший клад на всем белом свете. Хе-хе-хе. Автосервис дедушки-пса. Здесь работает дедушка-пес. А вот Пеппа и ее семья в своей машине. Привет, Дэнни. Привет, Пеппа. Чем мы можем вам помочь? Вот бензин, насосы для шин и новая автоматическая мойка. Э-э-э, два фруктовых мороженых. О, конечно. У дедушки-пса продается много всего, даже мороженое. Хе-хе-хе. Спасибо. До встречи. До встречи. До встречи. Люблю нашу машину. Хе-хе. Она нас тоже любит. Ту-ду. Хе-хе. 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 Ай-я-яй. Машина остановилась. Это плохо. Не заводится. Так-так. Позвоню дедушке-псу. Дедушка-пес слушает. Помогите. У нас сломалась машина. Дэнни, у нас спасательная операция. О-о-о. Скорей на помощь. Скорей на помощь. Бон, это Дэнни и дедушка-пес. Ура. Ура. Дедушка-пес знает о машинах все. Хе-хе. Плохо дело. Нет, просто кончился бензин. Что же делать? На моей станции полно бензина. Я вас отвезу. Дедушка-пес везет машину на станцию. Дедушка-пес заправляет машину бензином. Спасибо, дедушка-пес. А вот овечка Сьюзи с мамой в своей машине. Привет, Пепа. Привет, Сьюзи. У нас кончился бензин. Дедушка-пес нас спас. Ух ты, это здорово. До встречи. До встречи. Хе-хе-хе. О, нет, у нас спустила одна шина. Значит, нас спасет дедушка-пес. Думаю, да. Дедушка-пес слушает. Ясно? Не бойтесь, мама овца. Я уже еду. Скорей на помощь. Можно с вами? Залезай, Пепа. Скорей на помощь. Хе-хе-хе. Скорей на помощь. Привет, Сьюзи. Мы будем вас спасать. Ура. Дедушка-пес накачивает шин. Спасибо, дедушка-пес. А вот дедушка-свин и бабушка-свинка в своей машине. Всем привет. Привет, дедушка-свин. Вас заправить или накачать шины? Вот и нет. Хочу опробовать вашу мойку. Конечно, ей управляет компьютер. Привет. Я автомойка будущего. У-у-у-у. У-у-у. Сначала пена. Затем вода. И, наконец, полировка. У-у-у. Простите, я сломалась. Ай-яй-яй. Компьютер сломался. Машина дедушки-свина застряла. А-а-а. Помогите нам, дедушка-пес. О, я не умею чинить компьютеры. Мой папа умеет чинить компьютеры. Ну, я не настоящий мастер. Просто... Да. Тогда это дело для папы-свина. М-м-м. Может, если отключить его, а потом включить опять? Папа-свин починил автомойку. Ура! Дедушка-пес умеет чинить машины. А мой папа починил мойку. Ха-ха-ха. Крошки-букашки. Пеппа с Джорджем помогают своему дедушке собирать овощи. Пеппа, возьми салат. Спасибо, дедушка. Ой, кто это? А, да это же ужасный монстр. Монстр. Хе-хе-хе. Это не монстр. Это просто улитка. Ой, а где она? Спряталась в домик. Она в нем живет? Да. Он всегда с ней. Смотри, опять вылезла. Привет, улитка. Дедушка, а у нее в домике есть кровать? Хе-хе. Нет, Пеппа. На месте улитки я бы завела стол, кровать, стул, холодильник. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Дедушка, а что ест улитка? О, в основном мои овощи. Эй, хватит. Ах ты, воришка. Хе-хе-хе. Дедушка, мы с Джорджем хотим поиграть в улиток. Хе-хе-хе. Вот и ваши домики. Вот теперь вы совсем как и настоящие улитки. Хе-хе-хе. Я съем весь дедушкин салат. Ой. Ну-ка не трогай мой салат, воришка. Хе-хе-хе. А когда дедушка кричит, я прячусь в домик. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 А вот и друзья, Пеппо. Привет, дедушка-свин. Привет, Сюзи. Пришли поиграть с Пеппой и Джорджем? Да. Не знаю, где они. Тут только я и две улитки. Мы две улитки. Мы две улитки. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Сюрприз. Хе-хе-хе. Мы тут играли в улиток. Хе-хе-хе. А можно нам тоже? Боюсь у меня, не хватит корзин на всех. Вы можете быть с кем-то еще, кто водится в саду. Морковкой? Ребекка очень любит морковку. Нет, Ребекка, не морковкой. Пойдем-ка. Хе-хе-хе. 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 Кто это тут жужжит? Это из того домика. Дедушка, скажи нам, почему игрушечный домик так жужжит? Он не игрушечный, Пепа. Это пчелкин дом. Это их улей. О-о-о. Эй, а вот и пчела. Хе-хе-хе-хе. Что она делает? Собирает нектар из цветка. А потом летит в улей и делает из него мед. М-м-м-м. Люблю мед. Будем играть в пчелок. Ж-ж-ж-ж-ж. Да, мы пчелы. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой. Что здесь творится? Бабушка, мы все пчелки. А, а пчелки хотят тостов? Очень. А какие они любят? С медом. Прекрасно. Так я и думала. Тосты с медом. Ура. Хорошо быть пчелкой. Ведь они едят один мед. И улиткой тоже. Ведь они едят дедушкин салат. Хе-хе-хе. Нет. Ах ты, воришка. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха.